Этот фестиваль в Одинцовском районе проводится всего второй год, но уже успел стать для муниципалитета доброй традицией. Андрей Иванов поблагодарил всех участников масштабного события. Малый бизнес делает доступность и услуги, и товаров для населения. И если мы говорим про комфорт городской, то это не только и не столько программа благоустройства наших скверов, дворов, парков или объектов инфраструктуры. Это прежде всего возможность каждого из нас рядом с домом получить качественные продукты питания, сходить починить обувь, одежду, модно постричься, сходить выпить чашечку кофе в маленькой уютной кафешке. Именно это делает наш город комфортным для жизни. Фестиваль профессионала Одинцовского района охватывает сразу несколько направлений бизнеса – торговлю, бытовые услуги, общественное питание и производителей, ведущих свою деятельность над территорией Одинцовского района. Зал волейбольного комплекса поделили на несколько тематических частей. На одной разместились предприятия общественного питания, а на другой – представители цветочных салонов и индустрии красоты. Как отмечают сами предприниматели, участие в таких конкурсах дает им уникальную возможность не только показать себя, но и узнать что-то новое, обменяться опытом. Близится Новый год и, скажем так, наше мероприятие призвано показать все работы всех мастеров Одинцовского района. Мы тоже хотели бы представить наши работы, чтобы и себя показать, и людей посмотреть. Представляем нашу композицию, которая сделана по тематике «12 месяцев». Также участвуем в номинации «Самая лучшая корзина» и «Новогодний декор». Помимо участников фестиваля, которые боролись за звание лучших в своей номинации, на праздник были приглашены и партнеры, хорошо зарекомендовавшие себя на территории нашего муниципалитета. Сегодня здесь собралось огромное количество профессионалов Одинцовского района, и мы, и Вент-студия, решили также выступить. Мы сегодня больше партнера, мы сегодня поддерживаем администрацию, на нас сегодня съемка всего мероприятия и координация. Гости-участники конкурса могли узнать все о современном кулинарном искусстве, новых тенденциях во флористике и бьюти-трендах весенне-летнего сезона 2019. Особый интерес у гостей вызвали блюда различных кухонь, приготовленные лучшими шеф-поварами Одинцовского района. В этом году организаторы подготовили немало сюрпризов для участников и гостей фестиваля профессионалы Одинцовского района. Татьяна Буренина, стилист и мастер парикмахерских услуг международного класса, абсолютный чемпион мира и чемпион Европы, продемонстрировала фрагмент из своего шоу «Щи». А дизайнер Екатерина Бутакова устроила показ авторских вечерних платьев. Один из ресторанов города представил гостям наряд, частично выполненный из шоколада. Работу участников фестиваля оценивала компетентная жюри. У меня задача показать продукты для бизнесменов, которые представляют сегмент хорик, ресторанный бизнес. И я буду показывать два, наверное, основных продукта в новогоднем столе. Это селедка и сливки. Их буду всячески показывать не просто сельдь, а будет торт «Наполеон» из фуршмака. Не просто селедка, а вот можете даже наблюдать, с осенними овощами и маринадом из почили. То есть буду всячески делать красивые, неожиданные блюда, но с невысокой себестоимостью. Жюри оценивало не только качество представленных работ, но и дизайнерское решение. Обладатели первых, вторых и третьих мест определялись по 22 номинациям. В их числе лучшая новогодняя сервировка стола, блюда от шеф-повара, лучшая композиция арт-класса «Карвинг кулинарии», новогоднее оформление торгового центра, магазинов розничной торговли, а также сетевых магазинов. Организаторы отмечают, что в этом году желающих принять участие в фестивале было гораздо больше, чем в прошлом. В этом году изменилось, ну, во-первых, количество заявок, которые поданы на конкурсы, и их на порядок больше. Помимо этого мы пригласили в этот раз предприятия, такие как «Зельгросс» и «Метро», для того, чтобы они представили свои мастер-классы по приготовлению и пищи, показали их шеф-поваров. В этот раз у нас участвует президент гильдии шеф-поваров в России. Тем самым мы все выше и выше ставим себе планку и поднимаем уровень самого мероприятия. Для желающих испытать удачу проводилась новогодняя лотерея, в которой можно было выиграть телевизор. Также в рамках фестиваля прошли презентации проектов и продукции Одинцовских производителей. Как отмечают сами участники, они получили неоценимый опыт и массу положительных эмоций. Мила Тросевич, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.